Кризис, вызванный коронавирусом. Открытое письмо федеральному канцлеру Германии, профессора Сухарита Бхагди. Дорогие сограждане, я профессиональный врач, который занимается микробиологией и инфекционной эпидемиологией. Всю свою жизнь я занимался вопросами возникновения, диагностики и терапии инфекционных заболеваний. Недавно я впервые с помощью видеосвязи принял участие в дебатах в Германии, посвященных коронавирусу, инфекции COVID-19. Эти дискуссии всегда проходят очень высоко эмоционально, и мое желание заключается в том, чтобы мы подходили к вопросу очень по-деловому. Цель заключается в том, чтобы классифицировать данные и факты, и задать те вопросы, которые часто у нас исчезают в нашей общественной дискуссии, а также указать на опасности политической паники. Я не преследую никаких политических целей, никаких личных интересов, и также никаких интересов других лиц. Я чувствую себя обязанным лишь науке и обществу. Самый важный вопрос заключается в следующем. Достаточно ли мы знаем для того, чтобы взять на себя ответственность за все то, что мы сейчас возлагаем на плечи людей в этой стране? Те данные, которые мы располагаем, неужели они действительно оправдывают такое стремительное вмешательство в наши личные права и базовые структуры нашего общества, со всеми последствиями, которые из этого будут истекать? А если да, тогда какие именно данные мы используем в качестве основы? Какой стратегии мы придерживаемся? И по этой причине я обратился к нашему федеральному канцлеру с открытым письмом. Конкретно я задаю госпоже Меркель пять вопросов, которые я в этом своем видео хочу озвучить. Мой первый вопрос касается статистики. В науке об инфекциях проводится различие между инфекцией и заболеванием. Таким образом, только те пациенты, у которых есть симптомы, в нашем случае это температура, кашель, эти люди попадают в статистику как новое заболевание. То есть, другими словами, новая инфекция, которая была подтверждена лабораторными исследованиями, не означает обязательно, что речь именно идет о больном пациенте. И не обязательно этому человеку действительно потребуется больничная койка. Однако сейчас мы исходим из того, что пять процентов всех инфицированных людей, то есть не вновь заболевших, а вновь инфицированных людей, пять процентов этих людей должны будут получать искусственную вентиляцию легких. И, исходя из этих расчетов, мы считаем, что возникнет огромная нагрузка на систему здравоохранения. И мой вопрос канцлеру звучит следующим образом. Во время подсчетов проводилось ли различие между людьми, которые были инфицированы, но не имеют симптомов, и теми пациентами, которые действительно болеют, проводилось ли различие между людьми, у которых есть симптомы, и у которых их нет? Уважаемые дамы и господа, есть очень большая опасность, когда мы идентифицируем как нечто единое целое инфекции и заболевания. И действительно, мы видим, что рост количества инфекций, он растет по экспоненте, однако это нельзя рассматривать как базу для каких-то математических подсчетов, на основании которых мы принимаем какие-то решения. Необходимо смотреть, какое количество у нас есть реальных заболеваний, людей, которые имеют клинические проявления. И только после этого мы можем говорить о какой-то оценке будущей нагрузки на систему здравоохранения. Второй вопрос. Речь идет здесь о опасности этого вируса. Те драконские мероприятия, которые сейчас подрывают базовые права людей, причем так основательно, везде, такие меры можно вводить лишь в том случае, если есть действительно точная информация о том, что новый вирус абсолютно опасен, что намного опаснее, чем наши повседневные, привычные нам вирусы. И проводилось ли здесь какое-то научно обоснованное исследование по инфекции COVID-19? С моей точки зрения, простой вопрос звучит так. Нет. Нет. Для того, чтобы получить такую информацию, для этого необходимо иметь действительно научно обоснованные данные. Уважаемые дамы и господа, здесь относительно безопасное ежедневное коронавирус, а здесь инфекция COVID-19. Нам необходимо исследование, исследование на основе 10 тысяч пациентов, которые все вместе могли бы быть сопоставлены. 10 тысяч людей, которые имеют обычные коронавирусные инфекции, и 10 тысяч людей с именно штаммом COVID-19. И необходимо посмотреть, как будут развиваться у них заболевания верхних дыхательных путей. То есть это должны быть не диабет, не инфаркт, а именно дыхательные пути. И затем надо посмотреть, как много людей погибнут в каждой из групп на протяжении определенного периода времени. И надо посмотреть, если умирает одинаковый процент людей и там, и там, тогда это означает, что это вирусы одинаковой степени опасности. Однако, если здесь цифра действительно будет выше, то да, это более опасный вирус. Если мы здесь увидим, что цифра в этой группе будет намного-намного выше, то да, этот вирус намного-намного опаснее. Однако, вы спросите меня, есть ли такие исследования? Неужели мы об этом не знаем точно? Я вам скажу нет. Это неизвестно. Мы об этом не знаем. До 19 марта... Лишь 19 марта это исследование было проведено во Франции впервые. Тогда было проведено первое исследование такого рода. И что вы думаете, что нашли французские ученые? Они выяснили, что смертность в этой группе, смертность в этом исследовании была абсолютно одинаковая. И мой вопрос к федеральному канцлеру звучит следующим образом. Как сейчас выглядит нагрузка на реанимации из многопациентов, которые имеют диагностированный COVID-19 в сравнении с другими коронавирусными инфекциями? Выглядит сопоставление? И в какой степени эти данные используются при принятии решений федеральным правительством? Кроме того, французское исследование, оно было ли учтено во время планирования? Дорогие сограждане, я не говорю, что COVID-19 это столь же опасен или даже безопасен. Я спрашиваю... Я говорю лишь о том, что со всей вероятностью, которая граничит с уверенностью, этот вирус не будет каким-то особенно опасным коронавирусом. И он не такой опасен, например, как вирус SARS, который действительно был намного опаснее. Или другие вирусы, которые действительно мы знали раньше, они действительно были намного опаснее. Или же даже грипп, который был два года назад, он был примерно в 50-100 раз опаснее, чем обычный вирус гриппа. И в этом году 250-300 пациентов в Германии умерло от гриппа, а два года назад примерно 20 тысяч человек скончалось от гриппа. И тогда принимались какие-нибудь меры против какого-то вируса гриппа? Нет, не вводилось никаких мер. И это правильно, потому что наша система здравоохранения, она, в общем-то, выдерживает такие нагрузки. И мы очень хорошо к этому подготовлены. И наши врачи также очень хорошо справляются с такими задачами. И здесь действительно нет никаких оснований для паники. И представьте себе, выяснится ситуация или уже выяснилось, допустим, что данные марта, которые мы получили во Франции, эти данные, они есть у нас в наличии. Нужно лишь только их проанализировать. Нужно посмотреть. Еще раз, опасность, COVID-19, она не такая суперопасная. Она не взлетает до потолка. И если это так, тогда, дорогие дамы и господа, совершенно надо понять, что вся мыслительная структура, с которой мы сейчас сходим, и все мероприятия, которые мы сейчас принимаем, они все абсолютно бессмысленны. Итак, переходим к третьему вопросу. Речь идет сейчас о распространении вируса. вопрос, который мы все должны себе задать. Этот вирус, не присутствует ли он уже в широких слоях населения, здорового населения? Это вопрос, который мы задаем себе. То есть, еще раз, есть ли этот вирус уже внутри населения, в организмах здоровых людей? Это вопрос, на который мы должны срочно дать ответ. Потому что, если это действительно так, тогда все меры, которые сейчас предпринимаются, они абсолютно бессмысленны, эти меры по недопущению распространения вируса. И поэтому, мой вопрос федеральному канцлеру, проводилось ли уже точечное обследование здоровых граждан среди общего населения, для того, чтобы оценить реальное распространение вируса. Или вы планируете это сделать в ближайшее время? Уважаемые дамы и господа, такая репрезентативная выборка, исследование могло бы занять 7-10 дней, не более. И потом мы бы уже знали результат. Сейчас мой четвертый вопрос, в первую очередь, речь сейчас пойдет о ситуации в Италии, в первую очередь, когда мы говорим о высокой смертности в Италии, а также в Испании. С моей точки зрения, по всему миру осуществляется большая ошибка. Люди, которые умирают, у которых был этот вирус, сразу же записываются в жертвы вируса. И при этом не анализируются никакие другие факторы. И тем самым нарушается главная заповедь науки об инфекциях. Должно быть действительно установлено, люди умерли именно от этого вируса, или люди просто страдали этим вирусом и умерли от чего-то другого. И это прописано во всех инструкциях для врачей в Германии также, однако, не в случае с COVID-19. И поэтому мой вопрос, Германия, она следует общей тенденции, когда мы просто подозреваем COVID-19 во всех смертных грехах. И причем мы это абсолютно не критично воспринимаем, как и в других странах. Или нет? Как необходимо проводить различия между людьми, которые действительно умерли от COVID-19 и людей, которые умерли от чего-то другого? Как мы приведем различия между ними? И мой последний вопрос, это опыт итальянской медицины, насколько он для Германии применим, потому что мы постоянно смотрим на страшную сценарий в Италии и видим, что это может повториться также и у нас. Однако истинная роль вируса в Италии для нас совершенно непонятна по целому ряду причин. И помимо тех проблем, которые уже были названы выше, есть и другие факторы, которые сыграли в Италии важную роль. Сюда относятся, например, загрязнение воздуха в севере Италии, а также истощенная старая система здравоохранения. И, уважаемые дамы и господа, сейчас кое-что новенькое. Мы все знаем, что COVID-19 это очень-очень высоко заразный вирус. И если мы представим себе, что уже очень большая часть населения в Италии, в Испании, может быть, даже и у нас уже инфицирована, насколько вероятно предположить, что этот вирус, как и все остальные другие коронавирусы, что этот вирус, как он переносится к пожилым людям. Когда люди умирают, мы выясняем, что у них был этот вирус или перед их смертью, или уже после их смерти, и при этом мы совершенно не знаем, насколько вирус виновен в смерти этих людей. Однако я еще раз хочу повторить, лишь одно наличие этого вируса у умерших людей ни в коем случае не должно рассматриваться как причина смерти этих людей. И, уважаемые дамы и господа, насколько не были бы ужасающие фотографии, видео из Италии, мы не можем без более точного анализа рассматривать их качество и руководство к действию для нас в Германии. И поэтому мой самый последний вопрос федеральному канцлеру, какие усилия были предприняты, какие меры были приняты для того, чтобы населению рассказать о каких-то элементарных различиях, для того, чтобы объяснить людям, дать им понять, что сценарий, такой, как в Италии и в Испании, он нереалистичен для Германии. Дорогие сограждане, и для меня самое главное это добиться того, чтобы у нас была критичная научно-обоснованная дискуссия, которая, как я надеюсь, даст нам возможность вернуться к нормальной жизни. И я здесь все-таки не полностью одинок. Большой ряд моих коллег в этой стране уже высказались в том же ключе, что и я и один из самых известных эпидемиологов мира, Стэнфорде, он сказал то же самое, что и говорю я. Самый важный вопрос, который мы должны обсудить прямо сейчас, к которому мы должны сейчас перейти, это ограничение наших базовых прав в нашем демократическом государстве, насколько вообще в принципе это допустимо. и прав в нашем демократическом государстве, в нашем демократическом государстве, имеет причину, имеет возбудитель, и с тех пор все больше и больше знания вытесняло веру из медицины. Уважаемые дамы и господа, давайте попытаемся идти путем прогресса, идти дальше этим путем. Давайте попробуем вооружиться знанием и истиной для того, чтобы совместно пройти через этот ужасный кризис. Спасибо.